И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Робблокс! Сегодня, друзья, мы вместе с вами поиграем в симулятор поедания. Это очень странно звучит, и вы могли заметить, уже у меня какой-то страшненький такой живот, и это, судя по всему, второй подбородок. Немножечко странно выглядит, потому что я никогда таким не был, но в этой игре, видимо, придётся немножечко побыть. Смотрите, что у меня есть в руке, это у нас картошечка фри, и, я так понимаю, нам её придётся кушать для того, чтобы поплотнее набить свой животик. Но, друзья, я вам напомню, что в реальной жизни так делать не нужно. Вы будете выглядеть максимально страшно, вы будете максимально неуклюжими, и, в целом, у вас будут проблемы со здоровьем. Поэтому можно так делать в игре, и это, конечно, хорошо. Давайте попробуем скушать эту картошечку. О, какая вкусненькая! Смотрите-ка, хорошо получается. Я так понимаю, мне нужно всего съесть 30 раз, и после того, как я съем 30 картошечек, я смогу их, например, продать за денежки и после этого купить себе что-нибудь ещё, что-нибудь повкуснее, например. Что у нас вообще ещё есть в Макдональдсе? Да куча всего, в принципе. Давайте потихонечку разбираться. Пока что я буду бегать, смотреть, что здесь есть в этих локациях. Буду кушать картошечку. И смотрите, я так понимаю, здесь ещё можно воевать, потому что вот это безопасная зона. Мне прямо здесь и написано, что это безопасная. А здесь уже, по идее, вот надо мной, над головой появились такие мечи. Это, наверное, говорит о том, что меня здесь могут убить. Но, честно говоря, по-моему, здесь пока что никого нет. Я, в принципе, не чувствую себя как-то некомфортно. Единственное, что съели кучу картошечки. Здесь мы её продаём. Так, а где это место? Вот тут, ага. То есть мы её продали, получили монетки, и давайте же попробуем что-нибудь купить. Смотрите, вот здесь есть покупка. Картошечка фри мы уже купили, уже скушали. Есть яблочный пирог, есть черничный пирог. Ха, давайте-ка купим его. Он даёт нам три единички еды. Попробуем его использовать. Какой он здоровый, посмотрите. Вот это, кстати, уже поинтереснее. Лучше уж пироги кушать, чем эти всякие штуки из Макдональдса. Я так понимаю... Чего, я вырос или мне показалось? Смотрите. Да я, по-моему, расту, да? Глядите, я увеличиваюсь в размерах после того, когда кушаю. Капец какой такой. Куда столько еды-то? Так, продаём. Отлично, продали. И давайте посмотрим, что мы ещё можем купить. Можем купить, например, стейк, виноград, зелёный виноград, чёрный и всё такое прочее. Также мы можем улучшать своё ДНК. Красное обычное вот у нас здесь есть. Здесь есть также вот оранжевое. И, по идее, да, это жёлтое. То есть, каждая ДНК нам увеличивает наш максимальный объём еды, который мы можем скушать. То есть, я сейчас увеличил свой ДНК и теперь смогу в свой живот поместить 95 единиц пищи. Это очень много. Это очень прям как-то слишком много. Но это, наверное, даже хорошо, потому что в этом симуляторе нам нужно кушать, кушать и расти, и расти, и расти. Так, наверное, сейчас, когда я это всё дело доем, я куплю себе ещё какую-нибудь еду. Там я видел, у нас есть виноград. Вот, кстати, было бы неплохо кушать, наверное, зелёный. Потому что, знаете, я даже в реальной жизни люблю зелёный виноград. Он очень полезен. Это в разы полезнее, чем картошечка фри. Даже полезнее, чем конфеты. Это всё-таки натуральный продукт. И я думаю, что сейчас я его куплю. Так, доедаю. Последнее, что у меня тут остаётся. Я уже всё прям выше и выше. Смотрите-ка, а кто-то тоже растёт так же быстро, как и я. Нифига себе. Куда вы столько лопаете, парни? Продаём. Сразу уменьшились в размерах. И давайте попробуем купить тот самый виноград. Ген, у нас есть еда. Зелёный виноград. Можно купить чёрный, но я возьму именно зелёный. Потому что, ну, хочется мне зелёненького винограда. Посмотрите, как классно он выглядит. Нифига себе, как он хорошо меня кормит. Смотрите, я прям расту очень быстро. Наверное, сейчас я буду потихонечку это дело продавать. Кушать и продавать. Кушать и продавать. И ещё раз кушать и продавать. Ну и, соответственно, на эти деньги мы сейчас с вами купим либо новый ДНК. Либо что-нибудь ещё. Сейчас посмотрим, что ещё тут можно купить. Титулы какие-то есть. Что это вообще такое? А, нифига себе, смотрите. Здесь увеличивать наши характеристики, но денег стоит просто баснословных. Поэтому сейчас, наверное, мы просто купим новое ДНК. Оно нам, в принципе, пригодится. Давайте возьмём фиолетовое за 376. Для этого нам нужно ещё немножечко поднакопить денежек. 376 монет, в принципе, это немного. И сейчас, друзья, после того, как мы сейчас вот это всё сделаем, мы пойдём изучать этот мир. Потому что мне очень интересно, что вот в тех порталах, которые вот там вот находятся, что вон в тех порталах, и что это вообще значит, и что это вообще даёт. Потому что, как я понял, здесь очень много различных данжей. И внутри в них что-то такое интересное мы можем встретить. Также здесь есть какие-то яички. Смотрите, можно купить себе питомца. Но денег у меня пока что нет. Здесь это ещё дороже. Ну и, в принципе, так, а это что такое? Это ютуберские яйца. Понятно. Короче, надо пока что нам развиваться, кушая еду. Как только мы разовьёмся, мы сразу же сможем себе купить питомца. Потому что я вижу, вот, например, ребята, они гоняют с какими-то питомцами. И знаете, в чём ещё особенность? Особенность этой игры в том, что этих питомцев можно трейдить. То есть их можно передавать другим игрокам. И это просто нереально круто. Потому что я могу купить питомца какого-то крутого, могу продать. Почему бы и нет? Ну и это, конечно, хорошо. Так, смотрите, у меня уже накопилось сколько? 600 монет? Что можно купить за 600 монет? Чёрный виноград, лимонный кекс можно купить. Нифига себе, лимонный кекс. Давайте попробуем купить лимонный кекс. Как он выглядит? Ну, такой обычный, знаете, кексик с вишенкой наверху. Будем потихонечку его кушать. Ну и давайте, пока мы его кушаем, всё равно копиться всё это дело будет долго. Мы с вами попробуем открыть вот этот сундук, во-первых. И получили 250 монет. Неплохо. И также мы сейчас попробуем зайти в один из порталов. Вот, например, вот этот, вулкан. Посмотрим, что же здесь находится внутри. И посмотрите, никакого вулкана здесь, по-моему, даже и нет. Что это вообще такое? Куда я попал? Какой-то конфетный мир. А-а-а, всё, я понял, ничего себе. Смотрите, для того, чтобы попасть на локацию вулкан, нам нужно 150 тысяч картошечки. У меня столько нет. То есть, соответственно, меня сюда не пустят, как я понял. Ну, хотя я вот вроде захожу. Нет, меня сюда не пускают. Тогда ладно, тогда ладно, тогда всё понятно. Хорошо. Хорошо. А можно вернуться как-то обратно домой? И хотелось бы очень сильно, на самом деле. Так, кстати, вот можно... Здесь драться руками можно. Смотрите, вот так вот можно махать кого-нибудь. Но я пока что никого бить не буду, потому что здесь я не вижу, чтобы кто-то на меня нападал. Все ребята вроде как дружелюбные. Никто никого не бьёт. И, в принципе, у нас всё хорошо. То есть, у нас, получается, сейчас главная задача – это просто развиваться, копить денежки. И после того, как мы накопим достаточное количество денежек, мы с вами уже как раз-таки пойдём в эти самые порталы и посмотрим... Точнее, в эти самые локации и посмотрим, что же внутри там находится. Вот. Ничего сложного в этом не вижу. С учётом того, что мы копим еду очень-очень быстро, давайте, наверное, продадим то, что мы сейчас с вами накушали. Продадим вот здесь. Всё, продаём. У меня 2600 монет. Это просто супермного, потому что на эти 2600 монет можно купить что? Можно купить ванильный кекс. А можно, кстати, шоколадный. Накопить и купить шоколадный. А давайте так и сделаем. Поднакопим и купим шоколадный кексик, который будет нам давать очень много. Вон там, кстати, пацанчик какой-то бегает, что-то собирает. Я думаю, что он не просто так бегает. Видите, у него в руках какая-то книжка. А, нет, это у него еда. Какой-то бутерброд. И вот он бегает туда-сюда, что-то собирает. Значит, здесь есть что-то прям суперинтересное. Так, после того, как я сейчас все эти денежки накоплю, друзья, мы с вами купим самого первого питомца. То есть вот это вот яичко. И посмотрим, что же это яичко нам даст. Потому что мне это очень интересно. Тем временем продаём на что, что мы наели. Шоколадный кекс стоит 3500. Чуть-чуть не хватило. Ну, давай-ка немножечко поднажмим, дружище. Кушай много, кушай вкусно и расти. Это сейчас очень важно для того, чтобы купить себе новую сладость. Кстати, ребята, вы вообще как, любите сладости? Я в последнее время вообще от них отказался. Потому что это какой-то просто ужас. Реально вот можно в такого вот человечка превратиться, который вот сейчас вы видите. А это было бы вообще не классно. Поэтому я лучше пока что в Роблоксе покушаю. А в реальной жизни пока что без сладкого поживу. Как бы мне и так хорошо. Всё, мы тем временем с вами покупаем шоколадный кексик. Он вот даёт очень-очень много энергии. Это очень круто. Посмотрите, у меня просто заполняется шкала, точнее, ну вот этот вот индикатор прям очень-очень быстро. Ну и мой персонаж тем временем растёт точно так же молниеносно, можно сказать. Это, конечно, очень круто. ДНК. Что ещё можно купить из ДНК? Давайте посмотрим. Жёлтая. Нет, это мне не нужно. Вот такую можно купить. Кстати, а почему бы и нет? Давайте купим, применим. И у нас теперь увеличится объём пищи, которую мы можем кушать. А что тут вообще? Стать маленьким есть? Пойти ва-банк? Что это такое вообще? Что значит стать маленьким? Просто я становлюсь маленьким? Интересно. То есть я не расту, да? Нет, нет, уж я хочу расти. Продать можно. А, кнопка продажи здесь даже есть. Это, кстати, очень удобно. То есть можно сразу телепортироваться. Давайте, друзья, мы с вами сейчас накушаем достаточно еды и купим своего первого питомца. Потому что мне кажется, что этот питомец должен что-то полезное прям супер давать. То есть какие-то улучшения он нам явно даст. А какие... Ох, что это такое? Ты кто вообще, дядя? Я говорю, ты почему так вырос? Что с ним произошло? Фига себе, он здоровый. Ё-моё. Здесь можно реально разъесться до таких размеров? Серьёзно. Вы видели то, что сейчас произошло? Он был просто гигантским. Нифига себе, сколько он кушает. Да сколько можно столько есть-то? Ужас какой-то. Так, давайте купим с вами яичко. Денег у меня сейчас как раз-таки есть. Одну штучку покупаем. И что же нам выпадает из яйца? Давайте смотреть. Выпала вот такая вот милашка, которую зовут кот. Обычный питомец. Ну, мне обычный тоже подойдёт. В принципе, ничего страшного. Давайте его применим. Он нам даёт Х2 еды и Х2 монет. Это очень много. Ну-ка, давайте-ка попробуем продать то, что мы сейчас накопили. Пять тысяч монет у меня есть. Нифига себе, да с этим котом. Это прям супер класс. А давайте ещё каких-нибудь питомцев купим. В принципе, я могу купить ещё одного и потом ещё одного. Сейчас посмотрим, кто нам вылупится. Собачка. Собачка тоже круто, согласитесь. Ну, такая тем более хорошенькая. Почему бы и нет? А если ещё одно берём яичко, кто нам выпадает? Давайте посмотрим. И выпал медведь. Нифига себе, тут даже медведи есть. Обычно кошки, собаки, курочки. А тут у меня прям целый медведь. Так, я так понимаю, можно экипировать. Трёх питомцев. Мы всех их сейчас ставим. И у нас просто нереально быстро капают деньги. Нереально быстро у нас капает еда. И я так понимаю, мы сейчас просто... Наше развитие будет очень быстрое. То есть мы с вами сейчас тогда сможем отправиться на новые локации. Давайте я сразу куплю что-то поинтереснее из еды. Например, за 50 тысяч вот такую грушу. И вот эту грушу мы с вами будем кушать. Смотрите, у меня же даже ДНК не хватает сейчас. То есть я вот кушаю, сразу продаю. Надо купить более крутое ДНК. Сразу его покупаем. И сейчас мы с вами отправимся в какую-то новую крутую локацию. Вот, радужная ДНК. Отлично. Вот, это то, что мне нужно. Всё, теперь просто кушаем-кушаем. А там для какой-то локации нужно было 150 тысяч монет. В принципе, 150 тысяч монет накопить, это уже не кажется какой-то проблемой. Потому что, вот смотрите, я продаю. И у меня уже 340 тысяч. Нифига себе, как можно так быстро разъедаться. Я просто огромный. Это просто что-то нереальное. Давайте купим ещё одного питомчика. Посмотрим, кто нам выпадет. Лиса. Лиса выпала, ничего себе. Хотелось бы ещё кого-нибудь необычного. Потому что это будет прям реально на пользу нам пойдёт. Посмотрим, кто это у нас. О, отлично. Панда. У нас есть медведь. А теперь у нас будет панда. Я, наверное, сейчас заменю одного из питомцев. Например, собаку я уберу. А панду при этом поставлю. Вот. Наверное, так будет правильнее сделать. Можно купить ещё одно яичко. То есть, сейчас, я думаю, задача нам грамотно раскачаться. То есть, чтобы выбрать самых хороших питомцев. Мы потом сможем их улучшить, обменять, продать. И это прям супер-супер класс будет. Смотрим, кто нам выпадает дальше. Зайчик. Зайчик это обычный питомец. Наверное, он мне пока что не подойдёт. А я хочу кого-нибудь необычного. То есть, как минимум. Я уже не говорю про редкого. То есть, пока что мне выпадают самые обычные. И, честно скажу, это какая-то как будто рулетка. Знаете, так интересно, на самом деле, даже ролить эти питомцы. Никогда не знаешь, что тебе выпадет. Котик выпал. Котик у меня уже есть. Котик мне не нужен, в принципе. Так, я параллельно кушаю. Кушаю много, кушаю вкусно. Наверное, мне сейчас лучше стать маленьким. Потому что уже начинает мешаться мне. Мешатся размеры, до которых я вырастаю. Поэтому я стану маленьким. И при этом буду дальше выбивать зверюшек. Пока не выбью необычного питомца. Ну и параллельно, конечно же, зарабатываем с вами денежки. И все. Сейчас мы как только выбиваем необычного питомца. Мы с вами отправляемся в какую-нибудь необычную локацию. И посмотрим, что же на ней находится. Я так понимаю, там будет что-то необычное. Они же не просто так, эти локации были придуманы. Так, смотрим. Опять собака выпала. Понятно. Ну давайте же. Дайте мне что-нибудь поинтереснее уже. Дайте что-нибудь прям такое. Необычное, необычное. Ну пожалуйста. Да блин, котик выпал. Так, ну-ка, еще раз пробуем. Деньги, денег, слава богу, у нас хватает на этих питомцев. Опять зайчик. Вообще интересно, можно ли их как-то будет объединить для того, чтобы сделать себе более крутых питомцев. Смотрите, обезьяна выпала, нифига себе. Но при этом это обычный питомец. Блин, я бы сказал, что обезьяна это редкий питомец. Но здесь почему-то он обычный. Опять зайчик выпал. Да блин, да когда мне уже повезет. Мне вот-вот уже должен выпасть необычный питомец. Давай, пожалуйста. Необычный. Да как, опять зайчик. Да сколько у меня уже этих зайчиков. Я, блин, не перестаю ролись. Ролю и ролю. Давай, еще разочек. Так, посмотрим. Вот сейчас точно выпадет. Смотрите. Блин, нет, не выпал. Так, вот сейчас. Вот все. Уже столько раз выпал обычный. Вот сейчас прям точно. Смотрите внимательно. И как я... Да серьезно что ли? Так, хорошо. Давайте вот еще раз попробуем. Продадим еду. У меня уже 3 миллиона денег. Давайте, наверное, сейчас быстренько купим себе новую экипировку. Смотрите, здесь есть бутерброды, суши даже есть. Кстати, а это уже очень дорого. Мне, наверное, лучше пока что купить бутерброд. А, у меня денег не хватает. Ну, давайте тогда вот эту палочку купим. И сразу нужно купить новый ДНК. Я так понимаю, вот этот мы можем себе позволить? Отлично. Все. И пока что быстренько бежим. Купим себе еще питомцев. В надежде на то, что вот именно сейчас мне выпадет какой-то необычный питомец. Да блин, да сколько можно? Так, ладно. Я тогда сейчас буду, если мне так не везет. Вот, я сейчас буду смотреть, как этих питомцев продать. Потому что реально что-то не фартит. Вы видели, как мне повезло? И первые два раза мне выпали нормальные петы. А сейчас мне выпадает какая-то ерунда. Блин, одна сплошная ерунда. Серьезно. Ну, как это так вообще бывает? Ну-ка, давайте еще разочек. Так, интересно, выпадет или не выпадет? Ну, все-таки, ну, реально уже интересно. Потому что уже теперь у меня начинает складываться впечатление, что игра надо мной издевается. А вы как считаете? Ну-ка. Все, понятно. Я дальше пробовать даже не буду. Мы с вами сейчас отправляемся в новую локацию. Сейчас я это все дело продаю. Все, я это дело продал. И с этими питомцами, которые у нас есть. Вот, со всеми этими. Мы сейчас пойдем. Не, продать, кстати, нельзя. Можно только удалить. Мы с вами пойдем на локацию Вулкан. Посмотрим, что на этой локации. Денег у меня хватает. Отправляемся сюда. И смотрите-ка, требуется 150 тысяч. Вулкан Х-10. Нифига себе. Так, давайте попробуем сюда пройти. Нас, по идее, должно пустить. Так, а как ее разблокировать? Подождите. Как сделать так, чтобы меня сюда пустили? А, 150 тысяч еды нужно. Не денег. Все, я понял. Еду мы сейчас сделаем. Смотрите, мы просто сейчас ее накушаем. Так, сколько у меня? 64, 73 тысячи. Половина уже есть. Мои питомчики на меня смотрят, как я это все дело кушаю. Вкусненько кушаю много. И знаете, складывается такое впечатление. У них такие глазки, что эти питомцы хотят тоже кушать. Но при этом, к сожалению, они голодные. Так, ладно. Бежим вот сюда. Смотрите, у нас разблокировалась эта локация. Попробуем на ней понаходиться и посмотрим, что же все-таки будет. Нифига себе, по 90 тысяч еды нам здесь дается. Нифига себе, вот это фарм. Ё-моё, друзья, вы только посмотрите. У меня просто бешено накапливается еда. Даже несмотря на то, что у меня самый простой инструмент. То есть у меня сейчас какое-то мороженое. Давайте пробежимся по этому вулкану. Посмотрим, что у нас тут находится. Вон там я вижу какая-то цифра 4. Что бы это могло значить? Как вы думаете? Цифра 4 и какая-то... Что это вообще такое? А, это лавовое яйцо. Серьезно? Тут можно купить новых питомцев? Офигеть. А я там пытался. И мне сразу выпал редкий. Ё-моё, друзья. Друзья, вот они мои... Моя награда за те старания, которые я пытался там выбить. Снимем котика и поставим вот этого вот. Смотрите, он будет нам подавать просто нереальное количество. Единственный минус это в том, что нам приходится снова туда бежать. Я так понимаю, в эту лаву. То есть тут есть портал. Мы туда прибегаем и телепортируемся уже непосредственно на локацию. Которая нам дает в 10 раз больше ресурсов. Что ж, это, конечно, очень хорошо. На самом деле... Так, добегаю. Все, мы сейчас в последний раз это все дело сделаем. В принципе, я понял. Я понял принцип игры. И он просто гениальный на самом деле. То, что здесь есть новые локации, которые увеличивают количество нашей еды. Это, конечно, очень круто. Все, продаем все это дело. Друзья, много мы сегодня заработали. Я думаю, что на этом пора заканчивать. Если хотите, можете поиграть в эту игру. Я обязательно оставлю ссылочку в описании. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, поставьте лайк. И, конечно же, включите колокольчик. Ведь если вы его включите, вы мне очень сильно поможете в продвижении моего ютуб-канала. Ну, а вы тем самым не пропустите выход новых видеороликов. На этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения. И пока.